здравствуйте уважаемые зрители в эфире проект . сборки и главный редактор проекта михаил кокарев сегодня у нас товарищи такой совет главных редакторов потому что у меня в гостях председатель экспертного совета фонда аврора геоэнергетик и главный редактор портала геоэнергетика . инфа борис леонид марсон киев здравствуйте борис леонид всем добрый день и вы не поверите еще у нас гостях яковлев павел александрович главный редактор научного портала атомная энергетика 2 0 михаил борис леонид пресса наш проект геоэнергетика инфа . сборки атомная энергия 2 0 и проект еще дня тв да такое единое создающиеся единое пространство рассказывающая об индустриализации коллективизации энергетики о промышленности нашей страны в разных плоскостях так что все мы здесь вместе но нет его и сегодня нет надеюсь что как-нибудь обязательно пригласим главного редактора еще и дня того и будем серым уже на четверых общаться хотим поговорить о предстоящей серьезной выставке куда мы большим составом геоэнергетики и точки сборки дня тв и атомной энергии 20 едем сочи вот как раз скоро будут выходы программ оттуда там у нас атом строй комплекс до росатом так называемый давай попросим павла рассказать у него получится лучше потому что ты атомная энергетика пока еще плохо совместимы вот съездишь на выставку атом экспорт 2022 и сразу станешь грамотно подозревле я сейчас это подводка журналистка подводку на троих же значит подводку так вот значит большая выставка русатома куда мы все вместе едем и будем освещать вы будете обязательно смотреть и радоваться даже писать свои комментарии но прежде чем спросить у павла александровича что ж такое это выставка русатома и штамм не первый раз я хочу спросить а почему атомная энергия 20 научный портал называется почему 20 спасибо за за такой вопрос начав вести этот проект информационного новостного портала тысяча восьмом году мы до 2018 года назывались российское атомное сообщество и главная наша идея была объединить на одной коммуникационной площадке интернет-площадке новости статьи интервью комментарии экспертов экспертные знания научные знания деловые знания всех разных игроков атомной отрасли естественно сам русатом государственной организации надзор на надзорных органов образовательных учреждений которые связаны с атомной энергетикой а деловых компаний бизнес промышленности которые имеют свои интересы участие общественных организаций экологических и вот была была идея как аналог ядерного общества который во многих странах существует и вот создавать такую коммуникационную площадку вот но бренд общественной организации для нашего сми оказался по моему мнению несколько ограниченным и мы увидели нашу перспективу как молодежного как инновационного как какие-либо это слово прогрессивного сми которые помогают обществу менять свои стереотипы менять свои свои шаблонами менять свои страхи на интерес к атомной энергетике и соответственно вот это название она показывает что в первой из нас даже целая таблица разработана даже до дошли до атомной энергии 3.0 которая должна начаться через в 2060 году вот и соответственно мы построили план развития комплексный план развития ядерных технологий и соответственно из всех сопутствующих ей направлений науки промышленности и соответственно мы показываем что а современная атомная энергетика она поднялась на уже следующий эволюционный уровень она обладает не просто прикладным смыслом производстве дешевой экономично доступной безопасной электроэнергии но ими уже несет гораздо большей гораздо большие задачи гораздо большие смыслы гораздо большую роль играет для общества чем то как она начиналась с полувоенной программы там с водных лодок атомного флота вот а сейчас новые ядерные технологии это гораздо гораздо больше это это и спектр цифровых технологий сам самый разный вот сейчас ростом активно занимается собственным программным обеспечением для проектирования моделирования вот это конечно огромное количество всяких не ядер технологии мы сбросили что мы уже вспоминали сегодня электромобили и вот и современный русатом это не только атомная энергетика это энергетика но не атомная это как сейчас попробую сформулировать это атомная но не энергетика и это не энергетика и не атом направление самое разное просто весь тот опыт который накапливался он сейчас какой-то действительно эволюционный переход это все пошло новую промышленность новые совершенно отрасли бизнеса по-моему крайне интересные всей россии опять же самый наглядный пример наверно то что произошло с углеволокном достаточно известная история когда возникли проблемы с производством самолетов мс-21 по маме нашим ахватом это это не было у нас нашего волокна наши зарубежные заклятые партнеры сказали что это поставляться не будет и насколько два года ушло на то чтобы научились производить полностью полный цикл полный с рекурсора окончать и окончательно до когда финального изделия это тоже росат у него потенциальные возможности он сейчас стал находить он их находит и выдает 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 как инкубатор такой причем это технологии ну прямо скажем совсем 21 века ну на самом деле как вы уважаемые зрители уже знаете из программы геоэнергетики инфы и программ который выходит на точки сборки что русатом как таковой да не не зря называют себя потихонечку как страна русатом и программа называется но по факту они действительно являются ну скажем так страной внутри себя внутри нашей страны связано это с тем что осваивают ребята большое количество технологий тащат нашу промышленностью достаточно далеко и вот об этом сейчас как раз и павел нам расскажет павел рассказывайте что же там будет на выставке но все-таки самое главное что же такое русатом сегодня давайте 2.0 я хочу закончить предыдущую мысль а идея про то что сми она не должно быть просто выдавать информацию без попытки менять мир к лучшему то есть я считаю что современные прогрессивные сми не статические а прогрессивные должны какой-то давать импакт какую-то мысль задачу из-за того чтобы общество узнавало что новое выходила из зоны комфорт училась развивалась потому что мы знаем наука образование это путь так сказать любого современного общества поэтому какой-то принести новизну какой-то принести новый взгляд новую инновацию про атомную энергетику вот поэтому такое название это название сейчас есть у нас наука 2.0 есть во многих других отраслях то есть это речь идет о том что наука наука должна задавать какие-то вопросы новые и так сказать не оставаться на месте и соответственно форум атом экспо который не проводился три года последний раз в девятнадцатом году весной тоже тоже проходил сочи соответственно за это время не только у росатома но и многочисленных партнеров и в ряде стран естественно все свете геополитической ситуации накопилось много много тем которые нужно зафиксировать обсудить рассмотреть на уровне на высоком уровне со своими партнерами зарубежными да с кем росатом сотрудничали наша страна сотрудничает я считаю что те вот там по моему около 20 круглых столов вот которые они вы вынесли в главные да вот 20 я знаю будет больше вот мини мероприятий но вот эти 20 основных тем они охватывают ну самые основные не все но самые ключевые сферы вот начиная конечно это с глобального так называемого энергоперехода вот не хочу говорить слова там зеленые из g это все так сказать уже бы менее технически верный но вот этот энергопереход на надежную более надежную более более безопасный более инновационную энергогенерацию в свете развивающейся промышленности развивающейся экономики какую атомную атомную и в свете того что россия строит и достаточно большое количество энергоблоков за рубежом и для ряда стран эти энергоблоки будут играть очень большую роль для их стран вот тоже бангладеша мы симпариус леничным сегодня тоже обсуждали то что у бангладеш сейчас проходит полное были были полное отключение электроэнергии во всей стране вот естественно от энергетика здесь два энергоблока в р-1200 которые будут в режиме базовые нагрузки постоянно 24 часа выдавать хорошее стабильное напряжение тока мощность сеть это это поддерживает стабилизацию все их объединенные энергосистемы и на самом деле вот еще размышления по поводу русатому он не попал не по одностороннюю дискриминационную меру со стороны европейского союза и соединенных штатов как я легко выговорил слова санкции поэтому ожидается что те страны которые действительно думают развитие атомной энергетики приедут совершенно спокойно судя потому что сейчас имеется в программе приедут разумеется все те страны где ведется строительство включая венгрию венгрии считают что все согласовано никаких причин отворачиваться от росатома ни малейшего смысла нет разумеется приедут люди из египта где сильно подозреваю прямо во время атом экспо пройдет церемония заливки первого бетона во всяком случае так согласовано второго блока второго года вторую бум блок 1 бетона уже рово блока 1 1 вор уже случился до этого вот у меня подозрение было заявлено что 19 ноября сейчас выходные вот вероятнее всего должно совпасть может быть еще что-нибудь припасли чтобы как раз на этом экспо приедут люди из индии из китая то есть во всех тех странах где ведется строительство продолжается активное сотрудничество там люди не стесняются никаких проблем всего этого международного напряжения потому что они делом занят я думаю что будет очень интересно именно по той причине что три года люди друг друга не видели помимо помимо заявлено круглых столов там много еще наверняка будет происходить многие компании росатома привозят свои стенды а эту возможность общаться всех тех кто рядом со стенами будут стоять с учетом это все-таки не москва там надо честно сказать посторонних посетителей которые не планировали все заранее с профессиональной точки зрения меньше поэтому них возможности общаться я уверен что будут проходить какие-то не только круглые столы но и квадратные общение на ногах и как угодно еще потому что какой бы у нас интернет сообщества не было живое общение навсегда ценную я например только рад что мы сможем понаблюдать как все это будет происходить и не просто понаблюдать и зафиксировать на видео как делают журналисты ну михаил в качестве журналисты туда едешь ты тебе флаг в руки до ваги энергетика инфа и ты будешь допрашивать больших интересных дяденников по поводу того как там там запланирована серия интервью надеюсь что все получится хотя в качестве человека задающего вопроса я себя вижу очень редко но буду пробовать может получиться надеюсь что будет интересно павел я возвращаю вас к вопросу что такое сегодня русатом ну так сказать я считаю лучшим это рассказать именно по международной сотрудничество сатома в свете атом экспо и продолжая продолжая вот это вот освещение линейки столов я начал с того что главный идет тема наверное вот этот глобальный зеленый энергопереход где 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 карбонизации соответственно вокруг этого обсуждается будут обсуждаться финансирование инвестиционные финансовые моменты потому что это одно из сложных мест строительства атомных станций это доступность надежности и гарантии большого количества финансов которые требуются и вот хочу сразу для слушателей сказать что как раз вот такие малые реакторы которые тоже будут обсуждаться по которой по моему даже будет чуть ли не панельные сессии проводится по перспективам малых аэс плавучих аэс они отчасти будут способны вот этот вот финансовый риск вот это огромное финансовое плечо которое требуется для строительства больших блоков минимизировать то есть это вот второй момент это это финансово инвестиционные вопросы дальше у нас пойдет тематика регулирование надзора гармонизации стандартов для тоже для более эффективного строительства более эффективной эксплуатации это такие окологосударственные большие моменты вот следующие следующие темы заявлены это вот в эксплуатацию аэс это вот такие как компания как русатом сервис атом техэнерго это именно запуск новых атомных станций вот тут как раз мне кажется будет интересный круглый стол потому что там будут участвовать и представители белоруссии где сейчас второй блок готовится в воду эксплуатацию и где это предстоит сделать и в турции и в банкладеш и в египте в китай в индии в индии да буду скоро пускать много блоков и вот этот вот потому что нужно получается подготовить блок к операции воду в эксплуатацию то что сейчас в финале финале происходит с третьим блоком алкелота где вроде бы все было вроде хорошо но эту французскую традицию вот устроится 2007 года это значит что отец мы строим калута я строю что же вы хотите моего сына без работы оставить небольшие перспективы сдвиги вправо это ну потому что нельзя было называть о финляндии алкелот потому что алксом первые три буквы все понятно чем занимаются ребята как бы а вот но это сложно на самом деле вот а там тихо не техэнерго компания которую мало знают ну вот это наверное утра профессионал это все люди которые осуществляют вывод реактора на минимально контролируем уровень дальше поднять свои мощности вот это все лежит на них то есть это специалисты ультра класса другого слова не подберешь причем нельзя сказать что они узко заточены только на атомную энергетику такую классические классическая совершенно история в городе высоцкий в ленинградской области он строился наш первый среднетоннажный спг-проект строили совершенно другие люди на на тот момент когда нужно было осуществлять пуск ввод в промышленную эксплуатацию пригласили атом техэнергией они за месяц справились хотя вот абсолютно вы либо незнакомые технологии удивительные люди и очень интересно конечно будет их увидеть может быть даже пообщаться если повезет павел задам вопрос который очень греет душу своим возможным будущем для русского человека это малые атомные реакторы которые нужно поставить спальню для того чтобы обогрегать медведя вот насколько я знаю мы перспективно вообще эти реакторы уже в космос вы готовы водить и американцы даже отстают по количеству выработанных киловатт и у нас все хорошо с этим вот как человек который изучает всю эту информационную повестку более глубоко в качестве на главного редактора проекта атомная энергия 2.0 скажите пожалуйста действительно ли вот эти маленькие реакторы это настолько перспективно что там ближайшие сто лет они могут быть возле каждого города не вот просто вот эти громадины краса красивые до саркофаги а вот именно вот небольшие спасибо за вопрос сейчас немножко 30 секунд технической информации а вот те виды реакторов которые назвали я вам сейчас в общем скажу их главные особенности космические реакторы называемые ритеги они сейчас работают на с помощью делящихся изотопов которые преобразуют эту тепловую энергию в химическую выделение тепловую энергию да это больше как это больше как изотопные такие батарейки вот которые питают спутники нам направлены теги работают сейчас на луне на марсе на марсе вот например на накину топим космос и жалко то немного таскать нам не жалко а вот отдельное направление это ядерные реакторы для двигателей космических ядерные эмирические по моему так сервис да это тоже зерновое направление да которая будет так сказать буксерки киловаттном класс который будет транспортный корабль способны летать не только в около лунном пространстве но и выходить там за ну там до юпитера то есть у них земля луна земля венера венера земля земля юпитер то есть вот 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 такое и именно на одном буксире вторая фишка том что он умеет тырить спутники и таскать другое место было заявлено что данная технология будет применяться в двойных назначениях но мы это так сказать нам об этом вряд ли расскажут да но по крайней мере заявление такое было сделано и вот ну сделанное было сделано вот не будем так сказать вникать что именно за этим стоит вот второй шаг сделать ар-2d2 который комсик дальше и это раскручивать а дальше не фига у американцев китайские платы а третий вид реакторов мы пока только космические до космические технологии это стационарные базы на например на луне на марсе которые должны будут питать электроэнергией теплом то есть которого можно будет производить там воду опреснение там это стационарные космические реакторы и вот тут есть сейчас мире ряд проектов в том числе стартапы европейские американские на наши для так сказать лунных реакторов но которые будут питать базы наши вот это мы сейчас завершили так сказать линейку малых реакторов или есть изотопных батареек космические для космоса итак а теперь переходим в спальню оказывается я то думал я знал только про зевса оказывается вот прям вот раз-раз-раз и еще мы будем строить атомную станцию в кратере на луне назовем запорожской вот теперь мы переходим в спальню и так сказать к тому реактору который может стать спальне сейчас это тоже три вида реакторов так называемых есть микро реакторы это до 10 мегаватт в спальню скорее всего их не надо будет ставить но например в какой-то маленький городок или на военную базу и куда транспортную базу это порт удаленный месторождение там да 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 вы поселки на самом месторождении электроэнергия нужно то на как раз на что делать ставку сша вот их пентагон разрабатывает эти вот проекты микрореакторов транспортные которые на грузовиках можно будет один раз собрать на 20 лет поставить закопать там в этом в гараже ну большому не образно говоря и они будут спокойно безопасно там работать вот но у них они планируют в 2024 году создать первый уже опытный образец такого микрореакторов за который заводских условиях будет производиться и таскать один раз где-то там закапываться на 20 лет вот это тоже на про у нас тоже есть такая линейка продуктов вот шельф м но и соглашение с якутией сейчас подписанным будем может быть там вот как раз на этом экспо узнаем если подвижки в этом направлении да такие разработки есть нужно референтный микрореакторы да и теперь мы переходим к двум наверное главным интересным интереснейшим самым перспективным технологиям это малые модульные реакторы так называемые по сути это малые реакторы но модульные я сейчас объясню почему делать такая добавка и плавучий аэс вот как раз плавучий аэс мы вот впереди впереди планеты и так сказать всей сделан огромнейший задел то что у нас первые действующие плавучие аэс именно именно были раньше корабли там саванна да который военно-морской флот и создавал вот использовал их какую транспортную энергобаржу вот но это именно решение которое разработал росатом плавучий аэс академии колоносов это именно коммерчески ориентированное решение для удаля для стран например островных стран где можно условиях заводского заводской строительства заводской сборки на балтийском заводе или на других объектах верфях собрать с доступной ценой и быстро вот эти вот так сказать плавучие атомные станции и по воде их транспортировали любую точку они там пять десять лет вам пять лет там будет перезарядка работать вот сейчас для боинской зоны будет строиться четыре новых плавучих энергоблок это уникальный что же проект который победил в конкурсе с газовой генерации хотели построить и газовые плавучие энергоблоки предложение новотека было по газовой электростанции на 300 мегаватт тоже тоже плавучие да да но был был сделан просчет мое экономическое моделирование надежность игорь и глава глава боинской компании сказал что однозначно атомные плавучие энергоблоки гораздо гораздо эффективнее в долгосрочном периоде и зависимость от волатильности цен на газ это как раз то что им надо надежной базовой генерации сейчас вот уже китай заказано два корпуса по моему в россии тоже два корпуса тоже мы будем строить кстати руководителю вот этой казахской компании казминералс будет присутствовать с ученик что может быть если мы его там поймаем узнаем какие подробности время запуска поджимает 2027 год для энергетики это это быстро что касается плавучие атомной теплоэлектростанции академик ломоносов то мне здесь как бывшему жителю подольской обидно там был использован реактор к лт-40 с который не в подольске производится а вот все ритм 200 которые теперь уже выходят практически на поточный конвейер не знаю сколько там заказов 8 уже сделано для атомных ледоколов сейчас вот заказ еще на 8 для получих артных электростанции есть еще кое-что я думаю сейчас повел как раз из моря выйдет и с малыми реакторами пойдет на сушу да и завершая плавучие реакторы в чем идея так сказать вот этих малых конструкций не вот этих глобальных строек вот это вот блок финляндии по которым обсуждали 1600 мегаватт самые в идее они уже такой построили в китае но есть несколько другой технологии отчасти но вот этого 1000 мегаватт потребовалось 15 лет и до сих пор не могут его построить потому что в крупном строительстве есть определенные сложности для того чтобы все это дело соединить наладить и и соответственно вот эти вот малые модульные реакторы половую часть должны минимизировать риски экономические строительные эксплуатационные сделать ядерные технологии более экономически доступными эффективными и удобными для производства стандартизации и модульного производства ускорение за счет того что основной объем производства на заводе не на площадке куда надо все привозить ну грубо говоря на площадке приготовили фундамент и все остальное завода привезли поставили поехали ускоряет просто да и вот эти плавающие получается можно морским путем очень быстро и экономически доступно доставить любую точку мира либо в африку что сейчас страны многие африканские интересуются от африки будет ряд гостей высокого уровня на на том экспо они каждый год туда приезжают интересуются ростом идет переговоры с рядом стран естественно вот индонезия вот это вот остальные государства да им это очень удобно потому что строится удобная гавань защищенная от цунами от бурь обеспечивается полная физическая защита то есть ставятся всякие там объекты защищающие ее от возможных неприятных сложных ситуаций и соответственно это экономичные доступные источники плюс еще теплоснабжение между прочим певик уже по моему вторая очередь введена запитана теплом от получать атомной станции и там тоже достаточно удивительный случай впервые я вот так наглядно вижу как сотрудничает росатом и росгидро что чего он билибинская электростанция 38 года постройки обеспечила теплом певик и вот сейчас тепловые сети замыкают на порту где работает по тест взаимодействие совершенно живое встретились две государственные компании в крайней северной точке напомню певик самый северный город россии да да за северный город россии по моим самый северный город мира там почти рядом кто у нас по-моему норме что что-то выше что-то есть на еще павел ну теперь о малых которые в комнатке а это были микрореакторы а вот теперь как раз наверное то что в мировом масштабе очень любят обсуждать разные инвесторы билл и гейтс и илоны маски это могла амазона google это так называемые малые ядерные и термоядерные тоже большое направление это именно уже реакторы четвертого поколения и быстрые реакторы и торевые реакторы жидко-солевые напомнить что есть еще один проект тот же ритм 200 сейчас проектируется в наземном размещении это золоторудное месторождение кюшес якутия якутия у нас одна из самых передовых на самом деле республик может быть даже попытается догнать котку не догонишь на чукотке сейчас работают 3 нет 5 атомных реакторов потому что он беременская 3 реактора продолжают работать вот еще два и впереди еще 8 если кто-то будет спрашивать где самый развитый регион россии по части атомной энергетики будет ответ чукотка несмотря ни на что в якутии будет проектироваться атомная станция малой мощности наземная тоже на базе реактора ритм 200 это тоже будет новый шаг вперед потому что впервые малые реакторы выйдут на сушу судовые реакторы которые изначально планировались для транспортных судов для поводных лодок ритмоколов вот они настолько хорошо доказали свои эксплуатации и надежности из хорошо изучены технология что что благодаря благодаря вот хорошим эксплуатационным качествам вот так сказать предлагается вывести да на сушу и сделать линейку так называемых малых малых станций вот там уже будет по моему модернизированные так называемые варианты плюс который варианты будут делать и для тропических стран и для зимних стран вот их их преимущество основное то что не надо будет так такое большое количество эксплуатационного персонала она будет там не такой совершенно меньше чем например для крупных аэс до части будут строиться модульной туда завозиться вот они они будут обеспечивать там поможет сто два будет два будут реактора там построены под 108 мегаватт по моему последние были заявления вот глава республик садик ути айсен николаев будет на этом экспо то что он один из кураторов всегда вот поддерживает это строительство совсем недавно руководитель подразделения росатома который отвечает за малые ректоры в очередной раз был в якутске рядом с этим золоторудным месторождением кучусь в мире одна из крупнейших в мире крупнейшие не разрабатываемые в россии это заказчик компания селегдар у нее лицензия ей собственно говоря понадобился атомный реактор руководстве якутия посмотрев на свою геологическую карту обнаружила два крупных месторождения олова в том же районе и договор был подписан не договор по моему соглашение называется руководство якутия росатом и корпорации развития дальнего востока о том чтобы разработать комплексный проект развития вот этой территории и арсен николаев вежда попросил росатом подумать о втором реакторе пока пока вот так но если он едет на росатом то несколько на том экспо то не исключено что мы послушаем и еще о чем росатом подумал и согласился ну такие вещи рассказываете товарищи у меня было стойкое впечатление что у нас там ну вот тут вот по западной части нашей прекрасной россии немножко распихано каких-то атомных электростанций на чтобы вот такое количество до в якутии да на чукотке да еще ребята давайте еще а давайте а давайте подводную лодку распилим вот тут у нее реактор отличная штука вытащим забетонируем и спрячем это я так обывательские в кавычках ну про сказали же на атомных работает значит вот подводка вот как бы поставили вот движок от гранты можно же на самолет поставить вот такой но не долго тут долго и все отлично просто она за за из особенности ритм 200 перезарядка топлива раз 12 действительно один раз завезли персонал на месте можно работать спокойно 12 лет не думаю о том что изменится цена на что-то там газ подражает уголь подешевеет еще что-то оказывается да но возможно есть и мне кажется что с такими скоростями там лет через 50 у нас будет приходить какой слесарь что у вас здесь сломано а я еще через 20 после этих 50 уже ты сам будешь как в розетке ковыряться в эту болин тут американская как давай нашу суда на расстройку баха и заработала и жена свет есть павел очень хорошую тему напомнил потому что вот это направление малые реакторы потому что действительно для многих стран находить те суммы которые требуются на строительство крупных атомных энергоблоков не в силах далеко не везде объединенной энергосистемы развити настолько чтобы в одной точке вырабатывалось такое количество электроэнергии допустим в турции мы одновременно строим 4 . генерации на 4800 мегаватт не каждая объединенная энергосистема такое может принять за счет малых блоков можно более мягко более последовательно как-то шаг за шагом продвигаться ну еще одно направление для тех кто стран новичков где про атомную энергетику только слышали это как можно назвать малое предложение росатома исследовательский реактор и ряд лабораторий которые позволяют проводить на нем исследовательские какие-то эксперименты рабочие направления ядерной медицины до производства ради затопов для медицины но это прям вообще отдельный разговор мне кажется нужно посвящать отдельную программу про ядерную медицину настолько интересно но это из того что вот борис леонич мне рассказывал как можно с помощью ядерных изотопов заглядывать и убивать всякие ненужные клетки там и все остальное и на самом деле оказывается эта тема развивается развивается и у нас россии прям активно развивает там есть шаги но мы действительно если сейчас уйдем в ядерную медицину да это будет отдельная программа не успеем доехать на форум не поедем так что уважаемые зрители наблюдайте ближайшие неделю две вот у нас на каналах геоэнергетика инфа . сборки атомной энергии 2.0 и на дне тв будут появляться большие репортажи или интервью о том как проходила атом экспо сочи но самое главное о том что инновационного есть в нашей атомно-энергетической промышленности не только энергетической если нас пусть туда куда нельзя на самом деле тебе выпустят после туда заявлено что появятся люди есть такая компания ганза и м это на венгерская компания на сто процентов принадлежащую русатому создано по моему лет 200 назад начинала нас производства водяных колес для мельниц колес для водяных мельниц это та самая компания которая разработала так называемые контейнеры гидроэлектростанции и здесь уже тоже есть точка соприкосновения с рост гидро у нас на северном кавказе ряд проектов организован вот так есть уж эта компания приедет наверняка что-нибудь новое нам расскажет но горные реки на северном кавказе быстрые поэтому там это хорошо можно может быть я не просто так сказал что там будут много представителей африканских стран а там тоже есть реки быстро а как ты думаешь не знаю там сахара и на самом деле то что началось строительство лдба электростанции в египте это можно считать что открываются ворота в африку если проект пошел там значит направление выбора наверно то что присутствует африканские страны это означает что интерес есть интерес совершенно и правда в общем уважаемые зрители обязательно мы вам расскажем максимально все что увидим и вот меня вообще интересуют наши космические разработки на что космос мне как коммунисту покорять марса не интересно хочет покорить другую звездную систему потому что валить нам отсюда надо потому что говорят через пару миллиардов лет тут бахнет а для атомщиков как вы говорите это небольшой срок тут надо успеть за пару миллиардов лет куда-то устроиться смотрите наши проекты с нами был борис ленич марцинкевич геоэнергетик председатель экспертного совета фонда аврора и главный редактор геоэнергетика . info яковлев павел александрович главный редактор научного портала атомная энергетика 20 атомная энергия 20 и главный редактор проекта . сборки михаил кокарев ждите ждите все будет очень интересно до скорых встреч я надеюсь что у этой передачи комментариев на тему куда делись полимеры и кто нас там должен простить не будет будет пишите пишите больше пишите таких комментариев я люблю банить банить люблю давайте все у кого полимеры про все туда ко мне заходим миша про мы баним